Универсально-спортивного комплекса Подмосковья прошло мероприятие, посвященное профессиональному празднику людей, охраняющих наш городской округ от чрезвычайных ситуаций. Здесь собрались сотрудники Щелковского пожарного гарнизона и Центра гражданской защиты, те, кто не находился на дежурстве. День пожарной охраны в нашей стране имеет историю. Она уходит корнями во времена, когда на заре советской власти, тогда еще молодой страны, проснувшейся от долгого безвремени царского режима и смуты, новая власть подняла знамена борьбы за светлое будущее для своих граждан. Тогда и принято было решение об утверждении дня пожарной охраны, который и сегодня остается для многих профессионалов-спасателей одним из самых главных. Каждый спасатель выбрал для себя профессию защищать, быть огнеуборцем. И поэтому каждый знает, на что он идет. И все у нас ребята подготовлены, все имеют лицензии спасателей. Каждый год они сдают нормативы по спасению людей, по спасению имущества. Администрация готова откликнуться на их просьбы и помочь в том или ином вопросе. Профессия пожарного не каждый идет, к сожалению, в эту профессию, потому что это надо обладать хорошим здоровьем, хорошей устойчивостью к различным факторам. Люди, которые ежедневно доступают на боевое дежурство и ежедневно рискуют своей жизнью, спасают имущество и жизни людей в мирное время. На праздник приехало много гостей. Это люди, которые знают, что спасатели и пожарные занимаются великим и очень необходимым нам всем делом, стараясь не допустить гибели людей, не дать омрачить наше настоящее и будущее любым несчастьем, не позволить лихому горю войти в наши дома. Я вообще считаю, что Щелковский округ – это лучший округ не только в Московской области, но и в России. Вот лучший. И наши пожарные тоже лучшие. Я просто часто вижу, они на наши мероприятия в усадьбе Гребнево приезжают, насколько профессионально и грамотно они работают. Вот они всегда на чеку, они всегда знают, досконально все проверят, посмотрят. Они молодцы у нас. В Щелкове есть центр гражданской защиты, где несут службу спасатели. В ходе своей каждодневной работы и четко организованных дежурств они сумели не допустить гибели людей. Зимой на льду, весной в паводках, летом при купании на водоемах. Им мы должны быть благодарны за большую профилактическую работу, обучение на уроках, в школах, на предприятиях и в организациях. В нашем городском округе и на подведомственных территориях пожарные расчеты сделали все возможное и невозможное, чтобы справиться с любыми возгораниями – в домах, в лесных массивах, везде. Щелковский гарнизон пожарной охраны объединяет в своих рядах сотрудников трех подразделений – Щелковского территориального управления силами и средствами Мособлпошспас, отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Московской области и 37-го отряда федеральной противопожарной службы. Пожарным стать, я думаю, что легко, главное захотеть, это желание. Другое дело, что работа достаточно тяжелая. И не каждый, к сожалению, сегодня готов работать в этой сфере. Потому что работа опасная, связана с риском для жизни, всегда можно получить травму, проблемы со здоровьем. Но, тем не менее, все компенсирует тем, что эта работа нужная, и кто-то должен ее делать. И я очень рад, что я нахожусь именно в этой сфере деятельности с своим товарищем, и мне это приносит огромное удовлетворение и радость. На празднике труд пожарных и спасателей был отмечен руководством городского округа. В этот день более 20 сотрудников Щелковского пожарного гарнизона и Центра гражданской защиты получили грамоты и благодарственные письма руководства всех уровней власти. Андрей Циханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова